В Алматы и дольщики вышли на митинг, согласованный с властями. Люди собрались в парке имени Махатмы Ганди и потребовали свои квартиры или хотя бы деньги за них. Застройщика признали недобросовестным и участок перешел в банку, а затем его продали другой компании. Теперь же возник риск того, что квартиры дольщиков продадут другим людям. Но Галикарабаев разбирался в проблеме. Альбат, услышьте нас! Альбат, услышьте нас! Митинг – это последняя надежда этих дольщиков достучаться до властей города и страны. В 2006 году по долевому строительству они внесли деньги за квартиры в ЖК Тау-Коктем. Заехать в новое жилье должны были в мае 2007 года. Но у застройщика начались финансовые проблемы, стройка остановилась. Для приобретения этого жилья продала свою единственную квартиру, внесла наличными деньгами 100 тысяч долларов в кассу компании. И я осталась на улице, потому что квартиру, которую я должна была получить, я не получила. По словам дольщиков, пострадавших 60 человек. Общая внесенная сумма превышает 6 миллиардов тенге. Некоторые до сих пор выплачивают кредиты. За 15 лет я выплатила банку почти миллион долларов вместе с процентами. Банк продал все мое имущество, которое находилось в залоге. Это весь и квартиры, и дачный домик, все, и машины. И в конце концов я осталась сегодня без жилья. Дольщики рассказывают, что объект был готов почти на 85%. После этого банк, у которого была в залоге земля, продает отдельно землю. Только землю, не объект незавершенного строительства. Передает и продает землю новому. Новый застройщик, фактически оставив дольщиков ЖК «Коктен» в стороне, сейчас осуществляет перепродажу. В банке подтвердили, что земельный участок был в залоге. А бывшее руководство стройкомпании суд приговорил к тюремному заключению за присвоение и растрату чужого имущества. ТО «Билдинг-сервис» не выполнил свои обязательства перед АО «Нурбанк» по погашению полученной суммы как заемщик. АО «Нурбанк» в связи с нарушением заемщикам обязательств, соблюдая все условия соглашения об открытии кредитной линии, принял меры к реализации залогового имущества в виде земельного участка и обратил данный земельный участок в свою собственность. Дальше уже залоговое имущество продали коллекторам, а те реализовали его другой компанией. Что касается выдачи новому владельцу разрешения на завершение строительства и привлечения новых дольщиков, в Акимате ответили, что у владельца были на это все основания. Нынешний владелец, не имея никаких обременений на свой земельный участок, имея основания все согласно стандарту оказания госуслуг законных, подал заявку, где мы не имели права отказать в выдаче разрешения об оказании госуслуг на привлечение дольщиков. Новый застройщик говорит, что не имеет обязательств перед дольщиками и все претензии должны быть направлены к бывшим владельцам. Так как многолетние судебные тяжбы не дали результатов, дольщики надеются, что Акимат Горда все-таки еще раз выслушает их и поможет получить жилье или хотя бы вернуть деньги. Они также написали письмо президенту с просьбой о помощи. Нургалий Карабаев, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Алматы. Еще больше важной и интересной информации на нашем YouTube-канале Информбюро 31. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей.